Приветище! Это The Gang, и мы продолжаем наши грязевые приключения. С универсальной перчаткой, которая как и может высасывать грязь, как и может стрелять теперь. И вообще мы качаемся. Наша перчатка постоянно улучшается. Возвращаемся к месту, на котором мы остановились, где нашли инопланетные развалины, и будем сейчас их изучать. Вот они, вот они эти врата. Что мы хотели сделать здесь? Ну, во-первых, под памятник заглянуть. Тут явно что-то интересное есть. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас. Мы спрыгнуть не можем. Там огромное... А, нет, мы спрыгнули. Я думал, тут огромное ямище вглубь, но не так глубоко. Растительность эту мы знаем, уже сканировали. Волокна. Сейчас прогуляемся и посмотрим, куда эта пещерка нас выведет. И где это мы оказались? Так, 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 что тут у нас? Огромная малинка переросток. Вот что у нас тут есть. И можем отсюда попрыгать туда. Ага. В принципе, из пещеры вышли. Можно, если постараться, и туда допрыгнуть, но мы не сможем. И вот. Мы снова оказались у телепорта. Пойдем, короче, стрелять в дверь. Узрим, чего она скрывает от нас там. Яблочко. Но это просто как ворота какие-то. То есть мы не внутрь куда-то вошли, а на другую территорию перешли. Ого, круто. У существ, которые это построили, были продвинуты технологии и хорошая организация. Почему они исчезли? Как думаешь, у них была война? Может, это мы? То есть люди? Тогда мы бы об этом знали. Галактики, им не так уж много разных существ. Ну, в принципе, да. И сканеры нам бы сразу показали, кто это. Что за инопланетяне. Вон еще двери. Пойдем посмотрим. Любили же они запертые ворота. Для тебя же запертые ворота всегда были просто развлечением. Ну, я и не говорила, что мне это не нравится. Поближе надо подойти. Ага. Отсканировать мы их тоже не можем. Надо найти где-то глазок, в котором... А, вот он. Я что-то про гаволомки говорил в прошлый раз. И вот, похоже, они наступают. Что здесь творится? Грязь просто беснуется вокруг этой странной трубы. Как будто знает, что она тут. Странной трубы? Ты там часом не в опасности? Не. Просто грязь здесь какая-то более агрессивная. Похоже на канализацию, по которой течет вода вообще. А, подожди. Тут еще вот дружки есть. Кстати, я хотел попробовать... Ага. Они так не взрываются от нашего лазера. Придется по старинке метать. Вдруг в дружку. Причем они не подпускают и не выходят за красную линию. Вот за эту. То есть, если я сюда подойду, то он на меня накинется. Смотри-ка, действительно. За красную линию они не выходят. У них есть... А, вот этот вышел. Но потому что он выпал у меня из рук. Хм. А это вообще грязь летает. Она что, живая, что ли? Что происходит? Так, я подожду, я подожду и соберу растения здесь. Хочу вообще здесь все... Речка, строения интересные. Ладно. Будем высасывать всю эту грязь. Наши чудо-перщины. А что будет, если в нее стрельнуть? Ай, пофиг. И вообще нафиг. На все пофиг. Нафиг, пофиг. Эй, эй, эй. Я зарегистрировал выброс энергии. Что там происходит? Мы с тыковкой расчитили грязь вокруг трубы. Я... Она не похожа на стальные развалины. Она как будто... Работает? У нас тут как раз еще один всплеск энергии. Грязь, кажется, высасывает энергию из окружения, так? И его вроде бы привлекает эта труба. Значит... В трубе полно энергии! Точно! И куда же идет эта труба? Следуй вдоль нее. Сейчас будем выяснять. Здесь озеро нашли энергетическое. Кстати, трубу можно просканировать? Нет, она не сканируется. Сейчас будем выяснять, что вообще, по чем здесь действующая труба. То есть, может, цивилизация еще существует? Потому что трубу же надо обслуживать, правильно? Труба же не может сама по себе жить. Нам больше вот это яйцо не понадобится, светящееся нигде, надеюсь. Чтоб не возвращаться уже сюда. Новое место. Древний развалин. Как это? Может быть, древний развалин новым местом, если мы в древних развалинах только что были? И по ним бродим. Вау! Ты только глянь! Загрязненное озеро. Ничего себе! А там молнии такие красные, розовые, оранжевые. Обалдеть! Прикольно, прикольное место. А если его очистить, ты представляешь, что здесь будет? Такая красотень. Опа! Это еще что за штуковина? Сейчас к нырнем. Это у нас гриб. В нем содержится натрий, калий. И это взрывчатка. Естественное сегментирование макроструктуры не дает веществам внутри перемешиваться. Повреждение, тонкое разделяющее оболочки с помощью удара, вызывает незамедлительную взрывную реакцию. Фух, я думал, он взорв... Ай-ай-ай-ай-ай. Кажется, оно взрывается. Кажется, оно сейчас взорв... Нифига себе! Вот это подрывашкин. Вот это бомбочка. Кто бы мог подумать, что у меня граната в руках. Пока она еще так мигать начала. Бэкс? Кажется, я знаю, откуда течет загрязненная река. Какое ужасное место. Ты еще вдаль трубы? Она проходит через скалы на другой стороне этого озера. Похоже, там есть вход. Сможешь сама туда перебраться? Мне хотелось бы заводить зайку. Топливо осталось от сил на пару взлетов. В середине озера есть какие-то постройки. Может, я... Не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Попробуй еще очистить трубу от грязи, если найдешь источник. Анализ кресков энергии может помочь мне найти этот центр. Конечно, уборка этого места не повредит. Так, так, так. Вот и головоломочки в полной красе. Сейчас будем разбираться, что нужно сделать. Есть подрывашкин, по-моему, да? А, нет, это не подрывашкин. Давай вначале здесь все обшарим. Посмотрим, что можно сделать. С чем можно взаимодействовать. И вообще, что можно здесь собрать. Может, здесь можно пройти вдоль трубы? Так, это мы возвращаемся оттуда, откуда пришли. Вон еще эта бомбочка, смотри. Можно спрыгнуть и там что-то подорвать. Сейчас мы это сделаем. Это металл. Титан, металл. Все в одном. Как кофе-три в одном. Есть что подорвать. Сейчас мы это сделаем. Вот сюда надо кинуть. А, она сама по себе не взрывает. Она ждет. Понятно. На этой оболочке установлен какой-то таймер. Хотя было написано, что она взрывается от любых ударов. Ну, не взорвалась сейчас почему-то от удара. Видимо, я очень нежно ее кинул. Не знаю. Там наверху... О! Спиртягу нашли! Наверху нужно как-то спустить лиану, чтобы туда можно было забраться. Кстати, вот эту штуку почему я не сканировал? Ее можно отсканировать. Пускай моменты. Механизм. Следы оксида. Меди. Сапир. Ценность перемещения. Инопланетное устройство, приводимое в действие энергетическими импульсами. В основном используется для управления запорными механизмами. Они обрабатывали металл, возводили своим вождям статуи. Как думаешь, у них было свое вероучение? Не знаю. Может быть. Моя специальность в грузоперевозке. В серии инопланетной истории работу найти трудновато. Мы же космические археологи. Если это приведет нас к источнику сигнала энергии, то пусть будет так. Знаю, знаю. Находим энергию, едем домой, богатеем. Но по пути можно и поисследовать. Я думаю, что надо бы... Ух ты. Вовремя я повернулся. По-хорошему, надо было бы, наверное, вернуться. Или, может быть, вот эта часть как-то связана с той большой картой, где постройки нужно запускать. Точнее, механизмы. В общем, сейчас мы это все выясним. Обратное все равно уже не смогу вернуться. Так просто. Мы же, кстати, прокачали еще нашу перчатку на всасывание этой грязи. И грязь теперь, смотри, как отслаивается от стенок. Просто турбонасосище какое-то в перчатке у меня. Закончили. Опа. Распустился цветочек. А я тебя чуть не пропустил. Еще же спринтуха у нас есть. Про нее тоже забыл. У меня здесь подрывашкин. Идите сюда. Ну-ка. Не, сама она не взрывается, короче. Только по таймеру. Дай-ка еще раз. Повреждение, тонко разделяющие оболочки с помощью удара, вызывает немедленную взрывную реакцию. Ну, как бы... Ты же кидаешь ее, да? Стой, есть другая мысль. Вот она. Ну, вот плазмой, да, можно взорвать. А так, чтобы она ударилась об поверхность, на которую клеится, так нет. Не взрывается. Вода, по-моему, как будто чище там, да? Удивительно. Ага, здесь тоже обломки. Может, я смогу ее сбить? Конечно, сможешь. Там, вон, смотри, растение. Точнее, металл. О, и здесь можно пролезть. Кстати, мы вот эти вот... Вот эти развалины не сканировали. Куча обломков. Что ж, будем их ломать. Будем их ломать. Так. Ой, хорошо. Очень недурно. Ну, по идее, смотри, мы ее отсюда можем сбить. Очень странно все это дело работает. Прям капец. То есть, первый раз, когда она висит наверху, я по ней стреляю. Она не взрывается, она просто отстегивается от растительности, на которой росла. А вот второй раз, когда по ней стреляешь, она уже взрывается. О, что это у нас такое? А, мы уже сканировали. Это металлический цветок. В нем куча металла. Короче, с растениями здесь все как-то очень неоднозначно. Они тут работают очень странно как-то. Как механизмы. Не как растения, а как механизмы. Вот, действительно. Подсосать не получится. Давай стреляем тогда. Но, видишь, если у тебя слабый насос, и ты не можешь подстать, то как бы плазма выручает. С другой стороны. Бэкс, а на табличках нигде не сказано, что это за существо? Может это быть их божество? Мне так не кажется, но текст весьма поэтичный, и у него есть свой слог, как у старой сказки. Компьютер уже заканчивает последние фрагменты. Ну, надо еще тогда и вот этот подсканировать фрагмент. Они его явно очень уважали. Или их заставляли это делать. Что здесь изображено? Это встреча? Собрание? Может, тот, что больше все это и построил, как отец-основатель? Надо энциклопедию почитать. Что там еще? Она... Так, а где? Где, 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 где? Вот она. Похоже на памятник благосклонному божеству. Компьютер еще не закончил перевод, но из завершенных фрагментов ясно, что оно как-то связано с потоками энергии. Кажется, слово дух используется как синоним энергии. Мне все больше кажется, что нам нужно возвращаться назад. Потому что мы там очень много чего не доделали, поэтому я бегу назад. Мы вернулись. К огромным воротам и механизмам-головоломкам. Тут мы все проверили наверху, поэтому будем сейчас запускать, наверное, вот этот вот механизм. Во-первых, отсканируем давай его. Следы, окись, медиа, устройство управления. Ого. О, как прикольно. Да, должно сработать. Если я выстрою их в линию, то смогу перебраться. Осталось только найти, как повернуть остальные части. Остальные части будут поворачиваться. Там ничего мы не видим. Наверху вон там что-то есть. Остальные части, скорее всего, раскиданы по карте. Этот путь выглядит многообещающе. Давай вначале сюда заклянем. Есть что-то сканировать. Там бомбочка нужна. Пойдем ее доставать. Бомба, бомба. Бомба, Лейла. Главное успеть ее докинуть. Ну, она докинется по-любому. Мне нравится кидать и стрелять. Так выглядит эпичнее. И смачнее. Кстати, нужно эту подрывашку еще на грязь попробовать кинуть. И посмотреть, взрывы как-то влияют на эти сгустки. Здесь ничего не отсканируем. И что? Пришли мы сюда. Ага, ага, ага. Вижу, вижу, вижу фонарик. Так, понятно. Все понятно. Эта дверь откроет нам. Почему же отсканировать-то не могу дверь? Ближе подойти. Вот, наконец-то. Я нашел эту точку для сканирования. Усилитель сигнала получил. Новую технологию. Ворота круглой формы. Судя по их возрасту и состоянию, они давно покинуты своими создателями. Замок, кажется, срабатывает от сильного светового импульса. Конструкция надежная, а коррозия по большей части поверхностная. Наверное, их еще можно открыть. Ну, конечно, можно. Мы это уже знаем. И это тоже переход в другую локацию. Ага. Пока не пойдем. Нам нужно завершить все здесь. А походу здесь мы все и завершили. Сейчас проверю. В грязь скину? Нет, не работает это так. Оно в воде где-то взорвалось. Дай-ка еще раз кину. А может быть вот на трубу, слушай, было бы неплохо. Сейчас взорву. Долго думал и чуть себя руки не лишил. Короче, хочу на трубу попробовать докинуть. Но нет, взрывы, короче, никак не влияют на грязь. Поэтому вот. Ну что тебе хочу сказать. Мы зря вернулись. Мы двигались в правильном направлении. По всей видимости, другие рычаги, которые повернут мост, находятся в разных частях карты. В этот раз у нас есть возможность вообще подняться к ним. И поближе на них посмотреть. Вот этот чувак похож на существа очень зажиточного. Посмотри на его подбородок, на щеки. Ну, отожравшийся. И как будто он действительно пришел просить у него то ли милости, то ли денег. То ли чтобы его пощадили. В общем, скоро мы выясним, что вообще здесь происходит. Вниз спуститься мы не можем. Пойдем в эту сторону. Где эта лужица? Лужица. А, вон. Вот здесь вот она. Мы сейчас наверх попадем. Класс. Люблю, когда что-то вырастает, прорастает, расцветает. Похоже, вовне есть маленький внутренний фермер, который любит все взращивать. Фигнал снова ухудшается. Ты в порядке? Грязь возле трубы более враждебная, но ничего страшного. Помехи. Мы ничего здесь не упустили? Там, вон, смотри. Расточки. Это вообще металл, а не расточки. Вот это, конечно, тут... А, это просто... Границы грязи. Красно подсвечены. Ну что? В кого стрельнуть? Не, им пофиг вообще на плазму. На самом-то деле. Действительно. Это затвердевшие камни, поэтому... Бесполезно. Нужно их разбивать. А разбивать как? Правильно. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ничего себе. Сзади меня был. Не заметил его. Маленький козленочек, а? Прыгнул на меня, забодать решил. Она еще звуки теперь издает. Ого, еще один всплеск энергии. Чем ближе ты к другой стороне озера, тем сильнее показатели. Наверное, в этом проходе мы найдем какие-нибудь ответы. Ну да, мы еще ближе. А вот рычажок, который мы искали. Кажется, осталась всего одна. Знаешь, мне кажется, они ценили красоту. Откуда ты знаешь? У меня такое чувство. В этих руинах есть своя эстетика. Будто их строили не только с расчетом на функциональность. Ну, может быть, может быть. Я вообще хотел с этой высоты спрыгнуть в озеро, но оно же грязное. И целесообразно самоуничтожаться. Какие красивые, да, цветочки? Да тут, в принципе, природа такая неотталкивающая. Она приятная. Хочется исследовать, бродить по этим местам. Единственное, что здесь все, все это, это грибы. Это не деревья. Ой. Чуть сам и не ликвидировался. Да, отсюда мы выходили. Ну, в принципе, логично, что здесь мы и пришли. Теперь пойдем в ту пещеру, которую мы только что откопали. Да что ж такое-то? Почему я как коровья лепеха падаю на землю? Спринтуем. У нас на самом деле такие тоненькие ножки. Вначале я думал, что они у нас роботизированы. Ага, тут мы не пройдем. Что это протезы какие-то? Но нет, это наши собственные ноги. Очень тонюсенькие. Их общество долго здесь просуществовало, а теперь тут просто не следа разумной жизни. Будто они просто взяли и ушли. Может, дело в грязи? С этой дрянью, похоже, трудно сосуществовать. Наверное, тем лучше для нас. Ну, не знаю, не знаю. То есть, та цивилизация, которая здесь все построила, не смогла справиться с грязью, да? Ну, это бред какой-то. У них такие технологии. У них трубы светятся. В конце-то концов. Может, мне это поможет. Надо кинуть, надо кинуть. О, погоди, то есть она все-таки грязь расчищает, или мне показалось? Дай-ка еще раз кину вон туда вглубь. Она расчищает! То есть там, на трубе, она не расчистила, а тут она расчистила. Шикарно! Естественный мостик! Мои догадки меня не подводят. Промокнулся. А, сейчас сама взорвет. Отлично! Вот мы и расчистили грязь. Здесь вроде бы мы все собрали, можно двигаться дальше. Ах, спирт. Под конец нас ждет награда в виде спирта. Бомбочка. А, вон она, наверху есть. Неплохо, неплохо. Слушай, а вот там вот можно подглядеть, что внизу? О, это тут вообще можно и выпрыгнуть отсюда, походу. А, нет, невидимая стенка, нельзя. Мы сейчас там окажемся, в любом случае, там... Словно есть проход. Ты занимала важное место в здешней истории, да? Как идет перевод с инопланетянского? Еще не закончен, но кажется, тут упоминается энергия. Не знаю, как перевести, кажется, дух или что-то такое. Надо поискать, что здесь можно отсканировать. Для нас это очень важно. Ну, логично, что статуэтку? И неужели тут больше ничего не отсканировали? Я нашла еще одну статую с надписью. Может, это сцена из их священного списания или что-то такое? Может и так, но мы тут не ради изучения религии. Давай-ка почитаем, что там написано было. Может, еще какое-нибудь слово разгадали? Так, 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 вот это вот. Существо, изображенное на этих статуях, должно быть кто-то очень важный. Может, даже божество. Часто встречаются слова сад и садовник. Ого, нифига себе, как я про фермера-то сказал. Я где-то очень близко. Неужели это божество? Такое большое. А может, это и не божество, а тот, кто прилетел захватывать эту планету. А те маленькие чуваки поклонялись ему, чтобы он этого не делал. Они подношение ему делали. Может быть такое? Может. Теперь нам вон туда надо. А чё не взрыв? Вот, есть подрыв. Отлично. Я вообще хотел вот эту ответственную яму перепрыгнуть. Но мои извилины сказали, не-не-не, давай подорвем вначале. И оказались верны. Я бы упал. Вообще, в тексте часто встречается еще одно слово. Компьютер дает вариант сад или, может быть, садовник. Ну, а мы это уже прочитали. Работал бы он быстрее. Так не терпится все узнать. Вот это вот мы возьмем сейчас. Это же проход. Ну да. А тут можно спуститься вниз. И тут еще что-то вот. Нет, там уже не спустишься. Глубоко, слушай. Очень глубоко. Ага. Это чё у них, получается, шлюз какой-то был? Он открывается и воду выпускает, и наоборот запускает? Ничего себе. И мостик, смотри, какой прикольный. Хотя с виду вроде бы обычный мост. А-а-а, надо сюда притащить бомбочку. Это придется сверху ее скидывать сюда. Постараться надо будет сейчас. Очень сильно постараться. Может быть, отсюда как-нибудь ее скинуть? А, вот, да. Прям нормально. Я бы тоже спрыгнул, но боюсь, что... Точно останусь в виде лепешки на камнях. Поэтому мы рисковать так не будем. Ну, слушай, не зря подорвали эту стенку. О-о-о, точно не зря. Так и знала, что здесь что-то есть. Отчасти все кнопки пережал. Я отсканировал и стрельнул. И засосал. Точно тут все собрали? Вроде да. Можно, кстати, посмотреть, что там уже по апгрейдам нам доступно. То есть, вот это вот мы все прокачали. Вот это вакуумный расширитель. Расширение эффективной зоны поглощения перчатки. О-о-о! То есть, больше площадь поглощения нам будет доступна. Это хорошо. Домой вернемся, обязательно вкачаем. Что еще здесь? Вот эта вот штука. Энергетическая приманка. Привлечение грязевых существ на короткий промежуток времени. Классно. Откачка энергии, это мы знаем. Броню вот нужно еще прокачать. И экстрактор АТФ. Сбор инопланетной субстанции для восстановления здоровья. Биоэкстрактор в вашей системе ускоряет регенерацию тканей благодаря межклеточной доставке АТФ. Но здесь здоровье-то как такового... Ну, не замечаю. Пока что я не замечаю. Дальше, скорее всего, будет заметнее. Вот мы это и выясним. Пока что это ненужный апгрейд. Я опять слышу помехи в эфире. Значит, снова грязь. Мы оба об этом знаем. О! Иди-ка сюда. Давай-давай-давай. Беги сюда, песель. Кто-нибудь, подойдите. Ах ты, блин. Зараза, мозги? Успел, успел. Она так близко ко мне подошла. Я думал, что сейчас засосет. Там мозги были, жалко. Я их сейчас не заберу. Неудачно выкинул его. А, тут есть еще один. Прикольно смотрится, когда она прям ко мне в перчатку залетает. Ну, последний кусочек. Иди ко мне. Идишь сюда. Отлично. Еще один выброс энергии. Точнее, место определить пока не могу. Но оно точно связано с тем, что по ту сторону проема. О, чуть не забыл про бриллиантики. Так, здесь, ага, можно прорастить. Придется плазмой сбивать. А вот это вот высосать я могу вообще, в принципе, нет. Похоже, что нет. Не могу. Ну что, дергаем последний рычажок. И сейчас у нас будет доступ к воротам. И там телепорт, кстати, есть. Ладно, погнали. Пора узнать, к чему это все ведет. Дожду, не дождусь. Интересно, как они все это строили? Нигде не видно никаких машин. Может, как пирамиды на Земле? Я когда-то об этом читала в технических справочниках. Никто точно не знает, как они были построены. Это было нереально без современных машин. Да, я тоже читала. Именно такие ощущения у меня от этого места. Инопланетяне большие помогали. Че сказать? Пирамидами реально. Забыл опустить эту фигню и упал. Ну, я надеюсь, мне больше туда не надо будет возвращаться. Так что... Так что кофиг. Все равно там я уже все собрал. Только вперед по этому мосту. А, кстати, ворота-то открылись. Ничего себе... А, они там и были открыты. Че-то я затопил. Кругом грязь, камни и молнии. Которые бьют туда за эту гору. Да-да-да, это обязательно. Без маячка будет жопа. Как раз сейчас и апгрейд сделаем. Перчатки свои. Вернемся домой. Возвращаемся в лагерь. Это обязательно. Здрасте, здрасте, здрасте. Приятно вас видеть. Курт, как у тебя дела-то вообще? Тебе починили? Мозги? Курт, готовь шампанское. Точно говорю. Труба приведет нас к чему-то очень классному. Кушать подано. У него на все один ответ. Только интонация меняется, как, знаешь, как у Грута в Марвеле. Я есть Грут. Я есть Грут. И вот это вот все. Из этой тематики же. Ну что, значит, прокачиваем расширение вакуума. Насоса нашего. Нам пригодится. На, на броню не хватило. Обидно, обидно. Можно прокачать узел оглушающего импульса. О, давай прокачаем. Теперь мы сможем оглушать противников. Запуск плазменного импульса, способного парализовать мелких грязевых существ. Модифицированный оптический узел для импульсной пушки. Пригодится. Все. Мы все ресурсы потратили. Ну-ка. О, ничего себе у нас теперь импульс какой. Смотри. Мощно. Пойдем тестировать. А, это наша кухня, кстати. Можно ее включить. Отсканировать? Нет, отсканировать нельзя. Но можно включить. Это вообще фонарик какой-то оказался. Ладно, возвращаемся. Загрязненное озеро нас ждет. И нужно прояснить, куда нас сейчас приведет вот этот туннель. Почему-то это на склеп похоже. И вот эти вот все рисунки напоминают какие-то черепа. Очень стремно туда входить, если честно. Какого сигнала не проходит и... Бэкс? Бэкс, ты там? Черт. Короче, мы остались без радиосвязи. Бэкс нас не слышит. Но это и логично. Потому что мы куда-то в дебри забрались. Ох ты, нифига себе. Грязевая башня. Мать моя вселенная. Это свечение. Оттуда исходит сигнал? Нужно туда забраться. Я, кстати, надел маску, если что. Но нам, походу, наверх надо. И там очень дофига грязи. Обалдеть. Очень жутковато. Фу. Неудивительно, что вода такая грязная. Ну, кстати, да. Что это? Место жертвоприношения? Они приносили жертву Богу энергии? Хватит выдумывать ранее. Сосредоточься. Не зря мы сейчас прокачали наш вакуумный насос, потому что грязи здесь убирать сейчас придется. Ой-ой-ой, как много. Насчет расширения нашего вакуумника. Он ощущается, когда подходишь вплотную к грязи. Но знаешь, что я тебе хочу сказать? Что вот эта грязь, она... Она очень плохо высасывается. Как будто ее и не нужно здесь высасывать. Я, если честно, думаю, что и не надо этого делать. Вот чуть не упал вниз. Опасно. Кстати, смотри на мои следы. Здесь как будто чертовски жарко. Можно пройти тут, можно пройти по низу. И вот фиг его знает, по какому маршруту идти. Можно вообще вон туда сходить. Стой, тут тоже дорога есть. Нет, если мне это сейчас вычищать полностью все нужно будет, это же обосраться. Кто ж столько насрал-то тут, а? И такая маленькая девочка должна с этим в одиночку справиться? Да ну нафиг, ну че. Это как-то несерьезно. Я сейчас себя ощущаю клининговой компанией. В виде одной единицы. Ну ты посмотри наверх, это же жестко, очень жестко. Ну учитывая, что тут есть проходы вокруг этого строения, то будем высасывать все. Неспроста же это все сделали. Блин. Музыка еще такая, как будто мы готовимся к битве с чем-то. А внизу, смотри, там тоже вон. Там как будто кессон. Кессон это такое место, которое выкапывается для хранения и защиты чего-то от внешних факторов. Своего рода это как колодец с кольцами бетонными. Может быть это и есть колодец. Не знаю. Мне здесь нужен гранатометр расчищающий. Жалко, такого апгрейда нет. Походу я сейчас просто плюну на это все и... А, тут пройти даже нельзя. Из-за кустов. Зря я тут шел. Ладно. Скорее всего вот эта дорожка нам нужна будет после того, как мы расчистим всю эту грязь. Так что лезем наверх. Там сейчас шандарахнем где-то во что-то как-нибудь. И энергетическим импульсом все это само отсохнет, отпадет или еще чего. С этим все сделается. Но туда явно проход в центр. Нам туда не надо. Нам наверх. Нам сюда. Опля. Мне бы здесь костюмчик не помешал какой-нибудь. Гидрозащитный. Знаешь, против грязи. Чтоб не упачкаться во всем этом. Там мы точно не пройдем. Там спуск вниз. Наверное, куда-то сюда. На самом деле, очень хочется здесь все почистить. Но я понимаю, что это нереально. Нет, если... Эта дрянь повсюду. Ох ты, она плюется. Обалдеть. Подождите, можно я обратно... Она просто наплевала и... Ага, вон появились эти маленькие говнюки. Где-нибудь еще кто-нибудь есть? Я хочу проверить свою пушку. На тебе. Он, кстати, не оглушился. А, нет, оглушился. Он стоит на месте. Он стоит на месте. Блин, не попал в этого второго. Ну, слушай. В принципе, хорошо, что у меня эта оглушалка есть. Ладно, минаю. Я такой думаю, я же расчистил грязь-то. Че? Все не расцветает. А тут посмотришь вот сюда. Не будет тут ничего цвести. Как-то нужно теперь сюда пройти. Как нам это сделать? Обратно я... Не могу вернуться из-за вот этого всего. Че-то нужно придумать. Че-то нужно придумать. Как? 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 Как придумать? Как пробраться куда-нибудь еще? Нужны подрывашки. Я думаю, что-то взрывать надо. Я в какую-то западню, если честно, попал. Либо я что-то здесь не очистил. Че я не очистил? Я что-то не очистил или что? А, вот он, маленький негоденыш, спрятался от меня. Фух, есть успехи. Ну вот. Расчистили территорию. Хотя удивительно, как это у меня получилось. Учитывая, что тут вот это вот все. И оно близко ко всему этому. Но с другой стороны, тут по-другому дальше бы мы не прошли. Без расчистки. Мы прям в недра сейчас лезем. Ваааа! Вот это круто! Вот засада. Тыковка. На это уйдет целая вечность. Вот бы спросить у Бэкса совета. Она бы сказала мне залезть наверх и посмотреть на свечение. Вместо того, чтобы бормотать себе поднос, как умолешенная. Но, тем не менее, мы потихонечку идем. Лезем. Главное, чтобы наша ручечка не сгорела. Перчаточка. Наша драгоценная. Кажется, мы увидели свет в конце туннеля. Мы пробрались. Можно тут про... А! Знаешь, как будто... Я пер... Нифига себе! Я перестаю выкачивать ее, и она меня поглощает. Со всех сторон. Хотя там вроде бы уже не поглощает. Это, наверное, те сгрузки, которые вокруг летают. Я чуть не попался. Обалдеть. Обалдеть. У меня просто челюсть отвисает от вот этого всего. Чертова враждебная грязь! Что, что у меня есть маска? Да, взбираться нам еще капец как долго. Куда ты улетаешь? Вернись! Они яйца скинули со своими грязевыми монстрами. Я не дам этой дряни мне помешать. Осталось совсем чуть-чуть. Мы сейчас еще тут пособираем растительность. Хоть какая-то отдушина, и немножечко отвлечься от всей этой грязи. Не все же время грязь убирать, правильно? Смотри, вот это прям как будто молнии шандарахат. А, нет, молнии это за ней были. Бомбочка такая летящая, грязевая. Снова за дело. Отдохнули и хватит. Во-во-во-во, смотри, прямо на меня как будто тянут свои пакли. Пробегаем. О-о-о, блин, 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 блин. Ух ты, елки. Бэкс. Упоминала, что в тексте часто встречается слово сад. Это об этом месте говорится, или нет? Здесь они выращивали урожай? Что, похоже на что-то садовое? Я что-то не совсем понимаю. Из сада только вон те места, вот, где я сейчас собирал растительность. А все остальное, что-то не похоже тут на сад. Где тут картошка? Бульбу где растете? Выращиваете? Вон, это огромная масса летающая. Надо, чтобы она на меня не согрелась, не дай бог. Без труда не выточишь, и осталось немного. Слушай, ну на самом деле мы только начали играть в эту игру, и уже в такой эпик. Вернее сказать, в такую грязюку влипли. Ага, тут труба, нам вот сюда нужно. Люк? Что бы сделала Бэкс? Наверное, нужно попробовать его открыть. Это как бы логично вообще. Надо только вот это вот высосать. Вот. Здесь еще компьютер какой-то есть. Да елки-палки, хватит ко мне тут подтягивать свои пакли. Что за компьютер? На кассовый аппарат похоже, если честно. Механизм. Инопланетный пульт управления. Распределяет данные между механизмами. Древняя панель управления. Так, а это что у нас тут? Тут явно чего-то не хватает. На ключ похоже. Технический люк для доступа к энергосистеме. Дефлектор с зарядом мы открыли. Новую технологию какую-то. Взаимодействовать с этим всем я не могу. Но здесь явно не хватает одной детальки, да? И по всей видимости ее нужно где-то... Ах ты, ах ты, ах ты. Где-то найти, что происходит. Орут со всех сторон. И непонятно. Грязь-то вокруг меня. Непонятно, с какой стороны будут наступать. Сейчас тут чуть-чуть почищу. Так, так, так. Может стрельнуть? Давай попробуем стрельнуть. Нет. Нет. Может высосать? А, а! Воу-воу-воу! Вот как! Это хорошо. Нифига себе! Крутяк. Охренеть! Че там ранее происходит, елки-палки? Эй, Бэкс, ты снова тут? Я так волновалась. Сначала пропал сигнал энергии, потом радио зашипело. И я пошла внутрь, чтобы его починить, а потом раздался этот невероятный всплеск. Я взглянул наружу, а все вокруг поменялось. Речка очищается. Воздух стал свежее, а показатели энергии зашкаливали. Да, я знаю. Тут была такая мега-грязь, а я... А я... А тут... Я открыла люк в трубе, и случился выброс энергии. Всю грязь разом будто смыла. Судя по моим данным, ты высвободила чистую энергию. А еще это открыло мне проход. Я вижу, где труба проходит из земли. Серьезно? Нужно идти туда. В смысле, если ты считаешь, что это безопасно. Думаю, мы с тыковкой справимся. Мега-грязь. И вы очистили башню от грязи. Ну, круто. Мы молодчики. Инопланетяне не справились, а мы справились. Ха-ха-ха. Но на сад это точно не похоже. Это просто труба. А по трубе мы же можем шариться, правильно? А, так по трубе мы и ходили. Я что-то даже не обращал на это внимания. Так. Грибочки нам очень... Вот это, кстати, мы можем забрать? Нет, уже не можем. Грибочки очень любезно выстроились в качестве лесенки. Мы можем теперь тут спокойно ходить. А это ядро получается. Труба здесь энергетическая. Вот что. Я теперь понял. Это как бы сердце, которое питает трубу энергией для перекачки. Ну что, пойдем спускаться вниз. Можно, конечно, и по грибочкам, а можно по трубе. О, что я заметил. Я, похоже, здесь, знаешь что? Металл не собрал. Вот здесь вот. Ага, точно. Так. Продолжаем наш спуск. Подката здесь не хватает. Был бы прикол... Опа, стоять. Был бы прикольно по этим трубам тут скатиться. А вот это для чего? Просто гриб из трубы растет, из металлического механизма. Это место мне напоминает о всяких тайных садах, о которых я читала. Ну, знаешь, в детстве. Ты была бы рада отправиться в сказку за приключениями, да? Это уж точно. Здесь я вроде бы все собирал. так. Мы в правильном направлении, я надеюсь, вообще идем. Нам сейчас придется вниз спускаться в самую глубь. В тот самый кессон. Иду вдоль трубы и траля-ля. Радостная девчуля. Конечно, столько грязи вычистила. Я бы тоже радовал. И вот теперь мы здесь можем пройти. И тут как раз ли она для нас спущена. Так. Тут мы все равно через эту траву не пройдем, да? Нет. А там металл. Надо за ним сходить обязательно. Для наших апгрейдов металл очень ценен. Как бы только до него добраться. Вот чем вопрос? А, вон оно что. Все. Все ясно. Ой-ой, какой глубокий этот колодец-то. По идее, разницы же нет, да? Где мы спустимся. Там или там. Я надеюсь, что нет. Давай спускаться. Мы спускаемся все глубже. Но нельзя забраться на вершину. Не побывав внизу. Ха-ха. Здесь дофига ресурсов. Что удивительно. Как они в грязи выросли. Ну да. Тут тоже. Если бы мы там спустились, то оказались бы здесь. Ничего страшного. Ладно, поехали. Куда поехали? За трубой. Будем выяснять, откуда это все. Пароход через каньон. Компьютер наконец-то расшифровал тексты. Вот, послушай. Наши жизни были суть труд в поте лица, ибо дух был в земле. Садовник обратил его в поток и даровал нам будущее. Ух ты, поэзия. Под духом. Наверное, имеется в виду энергия. И в тексте говорится, что садовник заставил энергию течь. Значит, они научились ее использовать. Это хорошая новость. Ну, наверное, да. А вода, можно теперь в ней? О, вода-то реально чистая теперь. Можно купаться? Класс. Ой. Это была плохая идея. Я, короче, плавать не умею. Я утоплюсь в ней. Блин, ну это шикарно. Какие водопады красивые. Приятно теперь ходить. И природа везде зелененькая, цветущая, растущая. Нету грязи. Что даже удивительно. Сейчас я тут все соберу. И мы продолжим идти по трубе. Издалека кажется вообще, что на ней какие-то надписи. буквы. Но нет, это не буквы. Ай-ай-ай, тихо. Воду мне нельзя. Вообще никак. Ага, вон телепорт, кстати. Отлично. Сейчас мы до него доберемся. Надо вернуться домой и покушать. Ого, просто посмотри на это место. Никакой грязи, только чудесная природа. Красиво, красиво, ничего не скажешь. С той стороны мы были. Опа. Бежим к телепорту. Что теперь? Опа. Возможность залезть куда-то наверх. Подорвать что-то? А что мы то есть будем под... А, вон там вот. Есть возможность что-то... Что-то взорвать. Отлично. Ну, труба идет, соответственно, туда. И мы тоже сейчас будем проходить через вот эту узенькую пещеру. Может, тут можно пройти? Да, конечно, можно. Только мы сейчас здесь передатчик поставим. Маячок, вернее. Кстати, вон там в воде, по-моему, часть двигателя какого-то. Или это не двигатель, вот это вот. Красиво, красиво. Возвращаемся домой, в лагерь. И, пожалуй, будем сейчас закругляться. Апгрейдим немножечко нашу перчаточку. Посмотрим, что мы можем сделать здесь. Значит, вот. Запуск плазменного импульса. А, это мы прокачали. Броню? Броню будем качать. Броня прокачана. И пока что все на этом. Для этого нам нужны металл. И вот этот вот ресурс. Ясно? Броня как-то визуально, она никак не отображается. Ну и ладно. В общем, на сегодня это все. Спасибо, что посмотрел. Если тебе нравится, не забываем ставить лайки и подписываться, чтобы увидеть продолжение. Ну или увидится в новых роликах. Так что, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова